Друзья, всем привет! С вами ваша Виктория и это парфюмерный канал Vita Can Fly. Я вас всех здесь приветствую. Я продолжаю снимать краткие, но при этом объемные обзоры про различную парфюмерию, в частности про восточную. И сегодня я расскажу о том аромате, о котором хочется просто петь оды, слагать стихи и говорить все самые лучшие слова на этом свете. Я уже давно переросла в тот период, когда я совершала много спонтанных покупок. Сейчас я к приобретению ароматов подхожу немножечко с другого ракурса, с другим настроением. Я всегда изучаю отзывы, смотрю видеообзоры и так далее. После двух-трех обзоров я решила, что мне очень нужен аромат от моей любимой Латафы под названием Небрас. Это премиальная линейка, которая отличается своим качеством и ароматом, и красотой исполнения. Аромат я приобретала на сайте Valberis, наверное, в конце ноября-начале декабря. Он идет в такой симпатичной шкатулочке. Берем за атласную ленточку и тянем. Очень красиво. Вот действительно, такую парфюмерию хочется держать в руках и хочется показывать своим зрителям. Здесь книжечка, в которой мы можем изучить другие ароматы из премиальной линейки. Здесь вот у нас Небрас, любимый мой, и Уаджут. Кто пробовал этот аромат, напишите, пожалуйста. Я читала, что там солоноватые нотки, что он больше именно мужской. Мне тоже про него интересно узнать. Вот книжечка вот такая симпатичная, лежала в шкатулке. Друзья, если ссылка не сгорела, я вам ее оставлю либо под видео, либо в своем телеграм-канале. Посмотрим. Какая все заляпанная книжечка. Итак, давайте посмотрим коробочку с этой стороны. Мы видим название Небрас. Сама шкатулочка выполнена из кожзама, очень приятного на ощупь. Здесь у нас 100 мл и версия, конечно же, парфюм. Смотрим всегда на голограмму. Я сейчас вижу многих блогеров, которые говорят о том, что даже бренд Flataffa, даже Fragrance World стали подделывать. Смотрим обязательно на голограмму. Вот такая красота. И сразу я хочу сказать, что это достойнейший аромат. И звучит он значительно лучше и дороже, чем его цена. Давайте поставим вот сюда шкатулочку. И я обожаю разглядывать флаконы. Во-первых, я и в реальной жизни всегда беру их в руки, рассматриваю. Для меня очень важен форм-фактор. Я обожаю эстетику во флаконах вообще везде. В интерьерах, в украшениях, в косметике, в уходе. Я обожаю трогать, перебирать, разглядывать, гладить флаконы. Может быть, кого-то это раздражает, кого-то нет. Мне это очень нравится. Итак, многие парф-любители сравнивают данный аромат с красивым золотистым флаконом в виде симпатичного бюста от Billie Eilish. Ничего не могу сказать. Просто прочитала на фрагантике информацию, что многие говорят о том, что аромат не брас даже лучше. Итак, давайте вместе распылим на блутер аромат. Я сегодня весь день его перед обзором еще раз расслушивала, носила. А ношу, вообще пользуюсь ароматом я очень часто. Рука к нему так и тянется. Это прекрасно. Это очень красиво. И вы знаете, он у меня уже, получается, примерно где-то около двух месяцев постоял. И я стала слышать в нем даже новые нотки. Об этом подробно и с вами и поговорим. Итак, Небрас, Латафа, Парфюмс, премиальная линейка, пирамида такая. Красные ягоды, мандарин в верхах, сердце это ваниль, какао, роза. И база это сахар, бобы тонка, амра и мускус. Что слышу здесь я? И крышка такая добротная, красивая, тяжеленькая, железная. Так, 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 мой блутер. Итак, друзья, я слышу здесь огромное количество именно обезжиренного какао. Я сейчас на правильном питании, давно уже купила себе обезжиренный какао. И если их сравнивать с обычным, мне кажется, аромат все-таки слегка отличается. Это именно такой порошок какао. Слышу даже какую-то такую приятную, притягательную, горьковатую нотку. Слышу огромное количество ванили, сладости. Это очень теплый, пряный, уютный, согревающий, немного даже пудровый аромат. Вот, здесь порошок какао вместе со сладкими цитрусами переплетается. Цитрусы именно такие терпко-сладкие, они не яркие, они не бодрые, они не взрывные ни разу. Слышу здесь ванильные нотки, очень мягкие, приятнейшие. Это не кондитерская ваниль. За главную ноту сладости отвечает именно сахар. Но здесь все очень-очень ладно, здесь все в минимальной концентрации. Это не попослепательный, не зубодробительный, какой-то гурманский такой кондитерский аромат. Нет, это другая история. Нет, это больше уютный, это больше специево-мускусно-амбровый аромат. Что я слышу ближе к базе? Ближе к базе слышу именно сладкие ноты, томно-тягучие, такие припыленные, какие-то даже суховатые бобы тонко, теплый амбро. И не арабский, это не восточный, это больше европеизированный, но достаточно слышимый и яркий мускус. Но при этом я хочу сказать, что мускус здесь не отторгающий, не отталкивающий. Он не высверливает мозг, он очень даже носибельный и приятный. Это идеальный аромат на осень и на прохладное время года, возможно, на зиму. Я представляю себе такую картину. Я беру с собой в подмышку ноутбук, накидываю на свои плечи шарф, надеваю пальто и иду гулять либо в одиночестве, либо с моей любимой подругой. И вот мы гуляем в осеннем парке, далее мы заходим в уютное кафе, где пахнет кофе, какао, взбитыми сливками, свежей выпечкой, пряностями, специями. Где очень тепло, уютно, приглушенный свет. И вот мы сидим у окна, наблюдаем за прохожими, пьем ароматный напиток, к примеру, горячий шоколад или какао. Читаем журналы, кушаем свежие круассаны, тепленькие. Это вот точно такие именно у меня ассоциации, которые приходят на ум, когда я вдыхаю прекрасный аромат под названием Небрас. Друзья, здесь заявлена нота розы, я никакой цветочности здесь не ощущаю. Возможно, роза придает такую какую-то округлость, нежность в сердце данного аромата. Но именно никакой розы, ни болгарской, ни турецкой, ни такой вот нежной майской розы не ощущаю. Это невероятно приятный аромат. И вот он у меня уже постоял какое-то время, и я стала слышать здесь... Многие девочки говорят, что они слышат здесь мяту. Я слышу больше не мяту, а скорее прохладу, которые дают цитрусы с какой-то такой фруктовостью, такая свежесть прохладная, как какой-то, знаете, проносящийся мимо носа ледяной, ледяная струя воздуха. Вот так вот я больше здесь слышу эту нотку. Возможно, в каких-то моментах я ощущаю здесь мятный шоколад, но это, опять же, зависит от моего настроения, от моего состояния, от температуры окружающей среды на данный момент. Это непростой аромат, но и несложный. Он такой интересный. Во-первых, он меняется, он постоянно разный. Его не то чтобы хочется разгадывать, вычленять в нём разные молекулы и так далее, разбирать на ноты, нет. Он очень ладный, он очень уютный, он классный. Извините, не смотрю в кадр, машу тут блотером перед носом и не слежу за видеосъёмкой. Уж очень увлечена я расслушиванием, не брас. Это аромат, когда хочется придать какой-то особенный шарм своему образу, хочется придать особенное настроение. Да, это гурманика, но это не попослепательное. Это не тот аромат, который хочется съесть. Это не тот аромат, который хочется, не знаю, назвать кондитерским. Нет, это приятный аромат какао, аромат ванильный, немного цитрусовый. И, конечно, здесь есть мои любимые шеи бабы тонко. Я обожаю, обожаю эту ноту в парфюмерии. Причём и восточные бабы тонко мне нравятся и в люксе, и даже в бюджетной парфюмерии. Это на 100% моя ноточка. Друзья, я в восторге. Это невероятно стойкий аромат. Я не знаю, я, конечно, не ношу на себе аромат по 10 часов, но я думаю, что 7-8 часов он на мне держится. Шлейф есть. Он тут интересный. Другие его слышат, а я его от себя практически не слышу именно в шлейфе. Какой такой он интересный. Он играет. Это очень качественно выполненный и созданный аромат. Здесь и исполнение шикарное. И само содержимое меня безумно радует. Если вы смотрели другие мои видео, то несколько последних восточных арабских ароматов ко мне пришли с серьёзными повреждениями. Либо коробки, либо пульвик был испорчен, либо какие-то части от флакона просто вот так вот отклеивались и буквально в прямом эфире падали. Здесь нет. Здесь всё очень качественно. Для меня это даже по звучанию выше, чем средний люкс. По исполнению это просто сказка-песня. Здесь даже если я бы захотела, я бы не смогла ни к чему придраться. Потому что это всё выполнено идеально. Вот действительно можно разглядывать со всех сторон. Не знаю, линейкой измерять. Вот я лично не найду здесь никаких изъянов о флаконе в этой прекрасной шкатулочке. Ставлю огромную жирную пятёрку с плюсом за исполнение и качество данной парфюмерной композиции. Кому он понравится? Ну, конечно же, любителям гурманики, любителям Востока. Если вы знакомы с ароматами Монтальта и примерно такими, как Чокол Гриди и так далее, то я думаю, что это ваша тема. Он вам придётся по душе. Аромат, который украшает меня. Он совершенно меня не напрягает. Он ладный, хорошо скроенный, прекрасный. Просто чудо чудесное. Он стоит у меня на самом видном месте в моём парфюмерном шкафу. Я любуюсь на него глазками, как любят говорить мои дети. И, конечно же, люблю его трогать, люблю его ощупать и, конечно же, носить на себе. Прекрасный вариант гурманики, прекрасный восточный представитель. Я читала и негативные отзывы, говорят, что он плоский, неинтересный, что он кислый. Я никакой кислятины совершенно не слышу. Но ещё я слышу какую-то тончайшую, буквально, не знаю, миллиметровую ноточку какой-то зелени. Возможно, мандарин мне её даёт или лист цитрусовых. Вот сейчас ощущаю какую-то такую лёгкую-лёгкую, звенящую, зелёную, приятную ноточку. Красиво. Очень хорошо. Я безумно рада, что я решилась на эту покупку. Однозначно хвалю. Вы знаете, что в конце каждого месяца я снимаю видео про фавориты парфюмерные. И мне всё время хочется его туда включить, потому что я действительно им очень часто пользуюсь. Он прекрасен. Небрас, ты прекрасен. Отдаю тебе своё сердечко. Ну что, мои дорогие друзья, пишите ваше мнение, как слышите вы этот аромат. Что вы хотели бы добавить к моему отзыву, с чем вы не согласны, с чем согласны. Кто пробовал второй аромат, луаджуд, если я правильно его произношу, напишите, пожалуйста, ваши мысли по этому поводу. А я благодарю вас за внимание. Очень верю и надеюсь, что данный обзор пришёлся вам по душе, что он вам пригодился. Возможно, он вас настроил на покупку, возможно, он вас отговорил от лишней траты денег. В любом случае, польза от обзора, я надеюсь, останется. Итак, каждого из вас обнимаю, благодарю. И пока-пока. С вами была ваша Виктория. До свидания.